Расскажите о маме, во-первых. Когда она умерла? То есть на тот момент это самый близкий человек для вас был. А кто может еще быть ближе? Мы вырастаем, мы реже общаемся с родителями. Ну и очень плохо, но ближе никого не будет. Не будет никого. Никогда. Даже жена тебе не станет ближе, чем мать. Рвется какая-то связь внутренняя очень мощная. Боль никуда не уходит, и она становится тупее. А все эти сказочки про время, то, что оно лечит. Ни хера оно не лечит, оно только калечит. Страшно то, что ты не можешь с этим ничего сделать. Когда уходит твой близкий человек, и ты сидишь, вроде у тебя все есть, ты можешь, а ты ничего не можешь. Либо бухаешь, либо боишь сидишь. Либо то и другое. А ты хочешь замуж? Я не знаю. Платье было, свадьба была, клялись друг к другу в любви, в горе, в радости. Ну где эти клятвы, где? Всем мужчинам что-то от меня надо. Оля, что мне еще тебе может быть нужно? Ну только не любовь. Оля, хочешь я тебя причешу? А все приходят и говорят, дай, 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 дай. Я два года была сильной, уверенной в себе женщиной. Не пропускала, не подпускала никого вообще. Просто такая скала. Даже многие говорили, что она, наверное, бесчувственная, ее ничем не задеть, да, она вообще робот. Что ей вообще чуждо такое, как там, переживание. У него все супер, все получается. Создается действительно такое впечатление. А тут я пришла и все, и всю душу на распашку, сердце. Тебе не сложно доверять людям? Не сложно верить в любовь этого мужчины, который перед тобой? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Наверное, кто-то кого-то обманывает и самих себя, и рядом близких. Не надо обманывать. Можно быть предельно честными и чистыми в этих отношениях.